Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. С наиболее значимыми событиями вас ознакомят мои коллеги и Ябла Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска небольшой анонс. 50 кораблей, системы залпового огня, боевая авиация в небе и многое другое. Все подробности воскресного парада в Каспийске смотрите в выпуске. 10 тысяч паломников под одной крышей. В духовном центре прошел торжественный вечер. На богоугодном мероприятии побывали и наши корреспонденты. 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей. Итоги выступления дагестанских вольников на международном турнире Кубок Содружества подведем в спортивном блоке новостей. Минувшие выходные выдались богатыми на чрезвычайные происшествия. В республике произошло более 4 резонансных пожаров. Началось все с улицы Титова, на которой горела стоматологическая клиника. Позже в Хасавюртовском районе воспламенился частный дом. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Следом горела крыша жилой пятиэтажки в Махачкале на улице Ташкентская. А уже вечером спасатели тушили автомобиль на углу Яракского и Рчи Казака. По предварительной информации, издал утечки бензина. Водитель был экстренно доставлен в больницу. В остальных случаях обошлось без пострадавших и жертв. Короче, фиора эта сгорела. В сентябре в Зергокалинском районе откроются сразу несколько отремонтированных школ. Накануне в готовность к предстоящему новому учебному году проверил председатель правительства республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. В ходе осмотра образовательного учреждения в районном центре премьер выразил недовольство состоянием школьного пищеблока и дал на месте соответствующее поручение. Поэтому здесь мы, Валерий Дмитриевич, 100% возьмемся за строительство. Полы, вернее подвал, конечно, это не дело. Это не серьезно. 500 детей, чтобы питались в такое место. Поэтому это наша недоработка. Мы все эти вопросы проработаем. Вам спасибо, что вы сами берете на себя ответственность за вершить работу. Отметим, что в целом в Сергоколинском районе в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году проводится капитальный ремонт пяти общеобразовательных организаций на общую сумму более 32 миллионов рублей. Тысячи горожан и гостей Каспийска в прибрежном парке стали свидетелями настоящего праздника. День военно-морского флота России они увидели на воде с допоминающейся шоу с участием 50 боевых кораблей и вспомогательных судов. В параде также были задействованы быстроходные катера, системы залпового огня и боевая авиация. Все это своими глазами увидели и наши корреспонденты. Слово Кариму Гамаеву. Салют после праздничного концерта. Так Каспийск провожал с недавних пор важный для себя День военно-морского флота. А начиналось все с праздничного парада моряков, с показа навыков и умения морпехов, а также шествия на воде 50 военных кораблей. Как ракетного, так и артиллерийского оружия. Большое количество приглашенных гостей и зрителей с нетерпением ждали начала показательного выступления военных. Ну а до этого было прямое включение из Санкт-Петербурга. Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура! Ура! Большое количество приглашенных гостей, в том числе ветераны. Ветераны специальной военной операции, большое количество представителей СМИ. Только что Каспийск принимал прямое включение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из города Санкт-Петербург. Верховный главнокомандующий поздравил всех с днем военно-морского флота. Ну а тут парад объявляется открытым. Здравствуйте, товарищи! Ну а посмотреть собравшимся действительно было на что. Захватывающий дух маневры военных катеров и кораблей, показательное выступление морпехов и учебно-тренировочные залпы из различных орудий. Выступление оставило бурю положительных эмоций как у зрителей, так и у самих участников парада. Честно сказать, это были замечательные впечатления. Мы еще молодые бойцы, не прошли курс молодого бойца. И на день ММФ решили выступить, поддержать нашу флотилию Каспийскую. Честно, очень советую. Так что это неописуемые эмоции, стрельба, корабли, выстрелы. Нам очень сильно понравилось. Я старший митчман, в отставке уже теперь. Много нового сейчас, вот то, что я смотрю, много нового интересного даже для меня. У меня большой стаж, очень большой стаж. И уже вот 4 года, как я не служу, за 4 года я что-то уже новенькое для себя здесь вижу тоже. Адреналин, что я могу сказать. Когда смотришь, вот реально такой вот распирает адреналин. Кайф, так я извиняюсь, да. Но реально очень здорово. В завершении мероприятия премьер-министр республики и командующий Каспийской флотилии наградили особо отличившихся в службе моряков и поздравили всех с праздничным днем, отметив особую важность в базировании флотилии именно в нашей республике. Я хотел бы всех поздравить с днем военно-морского флота, пожелать вам мира, семейного благополучия, здоровья и счастья. Вы знаете, что в последние годы верховным главнокомандующим было принято решение о дислокации Каспийской флотилии у нас в республике Дагестан в городе Каспийск. Это для нас очень важно. Это прежде всего вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Это и, соответственно, конечно, это все связано и с социально-экономическими вопросами, это и обеспечение рабочими местами, и, соответственно, поступление налогов в бюджеты разных уровней. Это и вообще и развитие республики. Более 300 морских пехотинцев и 50 военных кораблей. Все это было задействовано в параде ко дню военно-морского флота в городе Каспийске. Ну а парад подошел к концу. Для вас работали Карим Гамаев, Саид Шагидов. Новости ННТ Каспийск. И к другим темам. На летних курсах при мечетях стартовал конкурс на знания основы слама. Участников разделили по возрастным категориям. Проверка знаний проводится в устной и письменной форме на двух этапах. В состав жюри входят преподаватели и организаторы летних курсов. Победителей и участников ждут заманчивые призы и подарки. Проверить свои знания смогут дети, которые учатся на летних курсах во всех городах и районах Дагестана. Мне здесь в конкурсе было так тяжело, но я постарался. Может быть получу первое место, я не знаю. Но сейчас время покажет. Я еще чемпион по спортивной гимнастике Акбарс. И я увлекаюсь... у меня есть хобби паркур. Мне 7,5 лет. Я с 87 группы. Этот день был самый сложный для меня. Но я постарался и хочу сказать спасибо своему учителю и папе. Как начал ходить в мечеть, я с этого дня начал учиться, чтобы выиграть в этом конкурсе. Я даже не думал, что я буду участвовать в каких-то конкурсах, что-то. И прошел я первый конкурс. Как-то... ну, трудно было, но я его прошел. И вот сейчас я даже не ожидал, как я попаду во второй конкурс. Готовился всю ночь тоже. И, ну, стремлюсь к победе. Спасибо маме, папе за то, что меня сюда отправили. Я уже месяц-полтора хожу и хочу очень научиться Коран читать. Этот конкурс является вторым и финальным этапом, так как первый этап мы проводили среди учеников в своих группах и выводили оттуда по три ученика. И сегодня у нас собралось более 150 учеников. Видно, что ученики подготовились хорошо. Конкурс мы проводим письменно. Если кто-то не умеет писать, мы предоставляем учителю, который будет то, что диктует ученик писать. По работам и по желанию детей видно, что очень они подготовились. Впервые в Дагестане для всех паломников организовали торжественное мероприятие. В духовном центре собрались около 10 тысяч человек. Выступление ученых, показ видеороликов, угощение и розыгрыш призов. Обо всем подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Впервые в Дагестане, а именно на территории Духовного центра имени пророка Аисы в Махачкале прошло торжественное мероприятие для всех паломников из нашего региона. Они почти месяц были на святых землях Мекки и Медине. И сегодняшние угощения, подарки на шиды и чтение священного Корана в первую очередь посвящено нашим хадже. Очень много людей Машала. Я не ожидала, что так много людей будет. Почти многие сидят, есть даже те, кто стоят на стороне. Такое ощущение, что нахожусь в Минах. Столько знакомых лиц. Знаю, что все здесь, большинство паломников, хаджи, приятно их повторно видеть. Вспоминаю те дни, которые там провел. Пока не отпускают. Пока в мыслях хадж, в оснах хадж, в Медине, Мекке, Арафа. Это, конечно, потом все будет уходить потихоньку. Но пока все пригодится. На святых землях были первый раз или ранее тоже? Да, первый раз. Как вообще сейчас состояние душевное? Ощущение невероятное. Слава не смог никому объяснить. Это просто нечто. Гриткаабы, когда появился, это просто не объяснить. Одна из причин моего сегодняшнего здесь сегодняшнего, что я еще раз посетил эти места. Уже скучаешь. И вот такое есть твердое намерение вернуться. Первый раз была в хадже. И эти эмоции, все, что было пережито, мой первый хадж, это невозможно описать. И на этом мероприятии я как будто бы переживаю эти эмоции снова и снова. Крупные масштабные мероприятия пришли поддержать и представители власти. Глава Минаца Энрик Муслимов, который в прошлом году сам побывал на святых землях, сегодня разделяет радостные чувства паломников. Для меня было так, что сначала до завершения хаджа я как будто все забыл. Я ни о чем другом не думал, как будто у меня нет ни семейных, ни рабочих, ни там других жизненных. Я думал только о хадже. Я делал дуа, я совершал молитвы, я ознакомился с историей наших пророков, истории нашей религии. И все. Вот как я пролетел 15 июля прошлого года, и уже 16 числа, я говорю, мне должен это делать, то делать я не успею. То есть мне как будто все стерлись с памяти. Вот то чувство. То есть мне, я как думаю, мне Всевышний дал возможность забыть все мирское и сосредоточиться на духовном. И, конечно, они самые счастливые люди, потому что, во-первых, Всевышний им открыл дорогу в хаджу. Во-вторых, дал возможность в целой сохранности совершить свою обязанность и приехать в самую лучшую республику Дагестан. В первую очередь хочу выразить свою благодарность в хаджу Республики Дагестан, что они организовали такое масштабное мероприятие, такой знаменательный день, такой в одном месте собрались столько паломников наших. Это впервые в жизни, первый раз я вижу такое. Это такой барракад, все, которые собрались в одном месте. В этом году из Дагестана выехало рекордное количество паломников, а это более 11 тысяч человек из 25 тысяч возможных из России. Всех их обслуживала компания «Марватур» при поддержке хадж-мессии России. Удалось очень многое сделать из того, что мы планировали, несмотря на сложности и ограничения, в которых находится наша страна, о чем мы и говорили ранее. Много вопросов удалось решить до хаджа и организовать это паломничество для мусульман Дагестана таким образом, чтобы они даже не увидели эти сложности, не увидели эти трудности. Торжественный вечер сопровождался чтением священного Корана, нашидов, а также показом видеороликов о хадже дагестанцев. Решили собраться не рейсами, а целиком, как бы всеми братьями и сестрами, которые были в этом году хаджи, и связали это именно с Днём Ашура. То есть начало года Мухаррам начался у нас, День Ашура, такой благодатный день. У наших паломников еще, как мы аккуратно говорим, безлимитка на дуа еще у них идет. То есть 40 дней еще принимается дуа. Таким образом, чтобы все наши паломники сделали общую дуа для Дагестана, для наших братьев и сестер, чтобы кто не был хаджи, особенно они в первую очередь, чтобы они попали на священные земли Мекки и Медины. Для всех присутствующих организаторы предусмотрели горячий ужин, напитки и сладости. А кульминацией вечера стала шеребьевка четырех путевок на Малых Аш-Умра. Ты с кем пришел? С папой или с мамой? Папа. Замечательно. Папа за тебя сейчас обрадуется. И к новостям спорта. Пять золотых, пять серебряных и десять бронзовых медалей. Таков итог выступления дагестанских вольников на международном турнире Кубок Содружества во Владикавказе. В соревнованиях собрали ведущих борцов России и еще 12 стран. А в заключительный день состоялся пятый турнир мировой серии Лиги Поддубного. Курбан Рагимов продолжит тему. Победа без борьбы. Соперник Абдул-Аршида Садулаева Ахмед Тажудинов не смог выйти на финальную схватку. Причина – травма. Эта встреча могла стать для танка третьей во Владикавказе. Перед этим он после большого перерыва проверил силы с крепкими Шамилем Мусаевым и Сергеем Козыревым. Я думал, что еще тяжелее мне будет, но еще немножко пороха осталось у меня. И несмотря на то, что где-то практически полтора года я не выступал, и это был у меня первый старт, он мне нужен был перед чемпионатом мира. Осталось практически совсем чуть-чуть, буквально полтора месяца, и другого такого высокого класса турнира не было, поэтому я решил здесь побороться. Через две недели на учебно-тернаучных сборах в Сочи у меня будет прикидка с чемпионом России Алиханом Джабраиловым, и там у нас решится, кто из нас выиграет, тот и поедет на чемпионат мира. Золото капитана стало для наших борцов пятым в столице Северной Осетии Алании. Также медалями высшей пробы отметились Гаджумагмед Нажмудинов, Ахмед Идрисов, Гаджумрад Алихмаев и Курбан Шираев, который поднялся на первую ступень пьедестала впервые из прошлого лета. Победное шествие борцы из Дагестана продолжили и в рамках мировой серии Лиги Поддубного. Новые весы и долгое отсутствие на международной арене не сильно сказались на выступлении олимпийского чемпиона Заура Угуева. В главной схватке вечером встречался с трехкратным чемпионом Европы Арсеном Арутюняном. Поединок держал арену в напряжении все шесть минут. Угуев ввел с отрывом в четыре балла, но ближе к концу армянский борец задал высокий темп и сократил разрыв в счете. Однако за оставшиеся 30 секунд опытный олимпиец все-таки сумел сохранить преимущество. В конце я уже все контролировал, а в начале хотел вырвать, взять балл, оторваться вперед. Ну вроде получилось, но что-то не получилось. А так 6-4 закончилась схватка. Плохо, я думаю, еще можно было лучше побороться. Будем работать и смотреть схватки. В двух других главных поединках вечера Каспичанин Ибрагим Ибрагимов одолел чемпиона Европы Вазгена Тиваняна, а Базгаджи Магомедов из Хасавюрта был сильнее турецкого борца Эмраха Ормана Глу. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Владикавказ. Это все, что хотели мы вам сегодня рассказать. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин